Это дети с комплексными проблемами. То же самое касается наших семей, с которыми мы работаем. Не стоит забывать также о кровных семьях. Здесь они не очень вспомняты, но на самом деле о кровных семьях это самый важный пункт в жизни ребенка. И это кровные семья тоже имеют проблемы, их носит комплексный характер. То есть они страдают различными зависимостями. Они отвергаемы обществом, недополучаются определенные блага социальные. И они сами о себе уже начинают думать как о каких-то второсортных людях. Это тоже люди с комплексными проблемами. То же самое касается и наших приемных семей, которые приходят и по сути их жизнь начинается заново, жизнь с ребенком. Которые сталкиваются с тем, с чем они раньше никогда не сталкивались. Поэтому первое это из-за чего? Из-за того, что все наши клиенты имеют комплексные проблемы, соответственно, с которыми на эти проблемы нужно отвечать комплексно. То есть разные специалисты, психологи, социальные работники, специалисты по определенным детским проблемам, если есть особенность в роднице, врачи и так далее. То есть это первое, что необходимы комплексные проблемы, требуют комплексного ответа. Второе связано с тем, как вообще устроена с точки зрения управления эта работа. На сегодняшний день подход к человеку в нашей системе, он ведомственный. То есть мы не рассматриваем человека как нечто целое. Человека на всем протяжении, вообще просто человека с его жизнью. Например, если для меня моя жизнь, это мой один проект, то то же самое, жизнь ребенка, жизнь семьи, это целостный их проект. А на сегодня получается так, что ребенок до трех лет в доме ребенка, потом в детском доме, если вдруг мы поставим явность в определенного вида этот детский дом, учреждение и так далее. И каждый раз, с попаданием в какое-то такое социальное учреждение, в какой-то социальный институт, получается так, что мы начинаем работать с ребенком в нашей системе только вот с того момента, как он попадает в определенное учреждение. Наша же задача рассматривать ребенка, рассматривать семью как нечто целое и выстраивать с ними работу как целостный процесс. И это уже такая некая более менеджерская функция, если комплексно работает относительно содержания, то в данном случае, я говорю о процессе, нам нужно устраивать единый процесс работы с нашим клиентом. И какие существуют здесь такие базовые вещи? Во-первых, у этого процесса, то есть я уже сказала, необходимо рассматривать ребенка и вообще нашу семью как нечто целостное, вне зависимости от того, в какой организации, в каком учреждении наш ребенок находится, на каком этапе вообще работы с семьей. У этого процесса обязательно должен быть кто-то один, кто отвечает за этот процесс. Вот это вот базовое правило, потому что на сегодняшний день у нас по сути не отвечает, ну как бы занимаются все, но отвечать не отвечает по сути никто по практике. Хотя это написано в законе, что должна делать опека, но в общем на сегодняшний день пока это не получается. То есть не получилось у нас еще выстроить такую систему. На макроуровне, на большом уровне, за это отвечает опека, но в каждой определенной организации важно, чтобы также был человек, который тоже отвечает за процесс. Например, в модели работы со случаем, в нашей модели, я буду ссылаться на тот опыт, который у нас был, за такой целостный процесс отвечал социальный работник, детский социальный работник, который связывал все частички всех специалистов, которые работают с ребенком и семьей, связывал один процесс и коммуницировал с ними и так далее. То есть первое правило основное, это должен быть кто-то, кто отвечает, кто отвечает за результаты, кто координирует всю эту работу. Важно также понимать, у нас почему-то, вот я с самого начала, когда я пришла работать, для меня было удивительно, что почему-то мы всегда очень работаем, да, вот как нам работать с этим ребенком, с семьей, с приемной, скромно и содержательно, да. И насколько мало, насколько мы не понимаем всю важность выстраивания организационной работы, да, то есть от того, наш успех для ребенка, для семьи зависит не только от того, как специалист поработает с этим ребенком, да, семьей, но также как, насколько хорошо будет обмен информацией устроен в этой организации, насколько, насколько вовремя социальный работник, координатор, который специально ходит в контакт, насколько вовремя он поймет, что в семье назревают какие-то проблемы и привлечет специалистов, да, к решению этих проблем. И еще немножко скажу о самом процессе, чтобы просто как-то выстроить вот общую схему вот у нас в голове, да, то есть как происходит работа с того момента, как ребенок попадает в систему. То есть первый, первый этап это попадание ребенка в систему, что, и подключаются специалисты, что делают специалисты, они не сразу изымают ребенка, то есть вот это наша порочная практика, когда только проблема сразу изъятия ребенка, то это неправильно, это неправильно, а мы как специалисты против этого наступаем, потому что на самом деле нужно сначала, то есть самое главное для ребенка, это все-таки укровная семья, что вы там говорили, да, о важности приема, но укровная семья это самый важный, это первый пункт, по которому нужно работать, то есть нужно понять, насколько это укровная семья ресурсная, что она, ну, что она может дать ребенку, насколько она способна сама справиться с sizin проблемой и насколько вообще эти проблемы достаточно уже серьезны для того, чтобы угрыжать жизни здоровью ребенка. То есть первое – оценка кровной семьи и принятие решения оставлять ребенка или ситуацию настолько серьезную, чтобы его взять, либо оставить ситуацию некритично, но при этом начинать работать с семьей для того, чтобы восстановить ее силу, восстановить ее потенциал, воспитательский потенциал. Следующее – если ребенок все-таки попадает в учреждение, то работу скромной семьи по-прежнему не останавливается. Наши специалисты считают, даже если ребенок в учреждении изъятой семьи скромный, наши специалисты, я ссылаюсь на опыт скромных социальных работников, скромной семьей, которые работали, они считают, что, ну и мы считаем, что с семьей на самом деле нужно продолжать работать скромной. И успешность критериям, как понять, до какого момента нужно с ней работать, они считают, что это где-то два года. Если за два года в семье не произошли изменения, то, значит, ну, видимо, надо как-то уже устраивать план работы с ребенком уже на вот эту приемную семью. Но при этом, опять, если есть какие-то эмоциональные связи у ребенка с кроме семьи, то нам, как специалист, должны понять, насколько это важно, и поэтому поддерживать вот эти связи. А я забыла самое главное сказать, что вся работа наша, она не хаотична, да? Что связывает наши частички, все работы? Это план. То есть план по работе с ребенком, по работе с семьей, скромной, с приемной. То есть необходимо оценить все стороны, да, ребенка, да, оценить, насколько, то есть оценить эмоциональные связи ребенка с его скромной семьей, да, оценить, насколько вообще удовлетворены потребности ребенка сейчас. И на основании этого составлять план работы с кровной семьей или план работы по устройству в новую семью. И постоянно это пересматривать, потому что жизненная ситуация меняется. Вот, так что все наши действия, они происходят на основании плана, который разработан в соответствии с оценкой потребностей ребенка и ситуации в его окружении. После того, как ребенок все-таки попал в учреждение, я уже сказала, работа с кровной семьей идет своим чередом, если она вообще возможна, да, Следующий шаг после этого, если невозможно устроить ребенка, вернуть ребенка в кровную семью, то мы работаем на устройство ребенка, в замещающую семью. И это все желательно, чтобы все эти частички процесса делали одни и те же специалисты, которые знают ребенка, которые знают ситуацию с кровной семьей, перспективы возврата в кровную семью. И, значит, они готовят семью, в приемную семью, в которую уйдет наш ребенок, вот эта плена будет отвечать за эту службу. И после того, ну опять же, все смотрим, если есть перспективы возврата в кровную семью, если нет, то значит, все в приемную семью. И уже, соответственно, поддержание, то есть помощь семье в воспитании этого ребенка. И вот, собственно, вот это такой процесс целостный, да, состоящий вот из ряда вот этих этапов, в процессе которого принимаются решения, решение пересматривается, вносит измененный план. И таким образом происходит работа с семьей, да, вот этот процесс, процелостный процесс работы с семьей, это деление ребенка. Я могу, ну сейчас, может быть, остановиться, потом, да. Я сейчас коротко скажу некоторую свою такую часть, и затем передам слово Елене, чтобы она могла поговорить про ту часть, которая касается работы с приемными семьями, подготовки семьи, поиск кандидата, подготовка семьи, да, и сопровождение ребенка в семье. Ольга говорила, как социальный работник, я скажу, как детский психолог. Вот про то, как применение принципа комплексности, командности и процессного ведения, скажем, в работе вот специалистов, которые непосредственно с ребенком имеют. Действительно, ребенок попадает в поле зрения служб, в сопровождении тех или иных, это могут быть органы опеки, это могут быть представители кризисных центров по работе с семьей или с ребенком, это могут быть уже непосредственно в детские дома, но так или иначе, ребенок попадает в их поле зрения уже, когда ситуация достаточно критическая. Когда мы говорим про работу в скромной семье ребенка, первое, мы говорим о том, что должна быть оценка ресурсов семьи, то есть оценивается привязанность, степень привязанности между родителями и ребенком. Для этого существует определенная технология, сейчас мы их касаться недвижимости, просто хочу обратить ваше внимание на то, что они здесь и в отечественной, и в зарубежной практике. Оценивается степень социализации, а социализации семьи, и это нужно делать не в походе, а не просто взглядом, а ну вот они там, убитые алкоголики или там еще что-нибудь такое, а есть определенные критерии, на которые смотрите, да, если человек не работает, сколько времени он не работает, есть ли у него образование, работал ли он когда-нибудь и так далее. То есть есть целый ряд вещей, достаточно конкретных, на которых необходимо, на которые необходимо обратить внимание. Кроме ресурсов семьи эмоциональных и социальных, которые оцениваются по определенным критериям, по определенным позициям, также, безусловно, оценивается степень риска для ребенка в семье. И причем понятно, что есть вещи, которые могут входить между собой в противоречие. Например, в семье есть любящая какая-нибудь бабушка, такая какая-нибудь немножко индиферентная мама, в силу того, что, скажем, она выпивает, но не агрессивная, да, и есть, допустим, достаточно агрессивный асоциальный папа. То есть неравномерная ситуация, скажем, папа – это источник риска физического для ребенка, бабушка – это источник позитивной привязанности, и, так сказать, да, и степень асоциальности у разных женщин в семье может быть разной. Вот это все очень важно учитывать. И когда мы говорим про комплексный подход и командный метод, понятно, что могут быть разные специалисты задействованы, социальные работники, взрослый психолог и детский психолог при работе с кровной семьей. Если ребенок попадает в сферу внимания специалистов с того момента, когда он из семьи уже изъят, например, произошло срочное изъятие, все-таки, чтобы быть справедливым, надо признать, что в большинстве случаев у нас изымает ребенка, когда действительно ситуация, ну, серьезная, и есть основания для изъятия. Однако проблема в том, что вмешательство социальное, наверное, должно происходить несколько раньше, если действительно мы думаем про интересы ребенка, потому что, говоря о роли кровной семьи для ребенка, мы от них не умаляем, не противопоставляем, так сказать, вот чувство приемных родителей, их старание там помочь ребенку, не пытаемся это нивелировать. Для ребенка жизнь в приемной семье – это второе рождение, это новый шанс, но кровная семья навсегда остается для ребенка таким вот нерешенным вопросом, источником боли и таким источником проблем, которые идут с ребенком по жизни, если не начать их решать как можно раньше. Это мы думаем в данном случае, занимаемся не сентиментальными, какими-то изысканиями, ах, там вот бедные люди, они, так сказать, совсем пропащие. Речь идет о другом. Мы думаем про интересы ребенка. Безусловно, ответственность взрослых людей за свою собственную жизнь и за то положение, в котором они оказались, она существует. Но реальность такова, что некоторые из этих семей выбраться самостоятельно из своих проблем не могут, а если им помочь, то смогут. Вот задача специалистов – как раз эту группу определить. И это происходит в рамках определенного периода времени. То есть временные рамки, они позволяют делать работу конкретной и оценивать. Да, вот некий план по работе с кровной семьей, он реализовался, эта семья выправилась, она, так сказать, поднялась на определенный социальный уровень, который позволит ребенку вернуться в эту семью. В течение определенного периода времени в результате определенных, приложенных на основании диагностики усилий специалистов. Если результат не достигнут, дальше происходит коррекция плана. То есть либо происходит отказ от работы со случаем. То есть она только называла срок 2 года, он крайний, обычно берется полгода-год. В течение этого периода уже становится понятно, это ресурсная ситуация, с ней не имеет смысла дальше работать, или ребенок вряд ли сможет вернуться в кровную семью. В любом случае, когда мы говорим про процессное введение, даже если невозможно работать непосредственно с кровной семьей, допустим, там очень плохая ситуация, то есть информация о прошлом ребенка входит в понятие процессного введения, и она крайне важна. Потому что очень многие проблемы детей делаются понятны, когда очевидно, из чего они произошли. Что есть некие логические последствия того, что с ребенком происходило ранее. Поэтому узнать жизненную историю ребенка, собирать эту информацию, это часть процессного введения, и должны быть обязательно специалисты в процессе. У нас это обычная социальная работа. Также психологи могут собирать информацию о ребенке, каждый в своей области. И командный подход выключается в том, что специалисты обмениваются информацией. То есть информация о ребенке должна быть где-то фиксироваться, где-то храниться, и она должна быть доступна при соблюдении принципа конфиденциальности тем специалистам, которые включены в работу с ребенком, она должна быть доступна. Также командный метод подразумевает, что специалисты опускают между собой, что они предпринимают, и не те результаты своих действий, для того, чтобы в едином направлении действовать. Когда понятно становится, что ребенка в кровную семью вернуть нельзя, что это бесперспективная правильная работа, чувства у ребенка все равно остаются. И чувства ребенка к его кровной семье влияют на его отношения с окружающими, и в том числе на его способность принять приемную семью. Очень важно прорабатывать переживания ребенка по поводу того, что он не может жить в своей кровной семье, по поводу того, что он вообще думает о родителях, о семье, и относительно себя самого, до того, как ребенку ищут в семье. То есть понятие подготовки ребенка к семье включает проработку его эмоциональных травм и проработку его жизненной истории с ним самим. Почему это важно? Потому что если ребенок подскудно ожидает возможности вернуться в кровную семью, для него внутренние будут отношения конкуренции между приемными родителями и кровными, как будто он должен выбирать. И ребенок тогда чувствует себя ответственным за этот выбор, может чувствовать себя предателем в отношении кровной семьи, если он согласится пойти к приемными или полюбить приемных родителей. Или, напротив, может агрессивно относиться к приемной семье, рассуждая оно примерно так, что я не живу в кровной семье, потому что меня взяли в приемную. Хотя на самом деле все наоборот. Для того, чтобы дети, и дети же крайне редко высказывают подобного рода взгляды, они просто и демонстрируют своим поведением, чтобы правильное поведение прочитать и понимать, надо знать о том, что вот такой вот ход рассуждения у ребенка может быть. Для того, чтобы смягчить эту ситуацию, очень важно работать с прошлым ребенком для специалистов. Это социальные работники, детские психологи. Когда становится понятно, что, я повторюсь, что действительно нужно заниматься устройством ребенка, кроме работы с прошлыми травмами, важно также работать с актуальными поведенческими проблемами ребенка, которые возникают. Не просто там ребенка ругать, а понимать для специалистов, для воспитателей, например, если это в СРЦ или в детском доме происходит, для социальных работников детских, для детских психологов поведения ребенка, это некие модели. С одной стороны, это модели отреагирования травм, с другой стороны, это просто характерные способы взаимодействия с людьми. И это важно, потому что, ну, великая вероятность, что ребенок что-то подобное будет демонстрировать в семье, ну, например, адаптивной стратегии, как он идет в сярно-начале. Тут тоже важно не ошибиться. За то время, что ребенок живет в каком-то реабилитационном центре, естественно, его эмоциональное состояние улучшается, он привыкает к оптиманамке, его поведение меняется в лучшую сторону. И когда появляются потенциальные приемные родители, специалисты им рассказывают о том, что они выглядят в настоящий момент. Но они могут поспускать из вида, что то, что с ребенком было раньше, это не просто, так сказать, результат его травмы, то, как он делает себя первично, а это некие адаптивные стратегии. И родителям обязательно важно рассказать, что вообще, когда ребенок у нас появился, он делал себя вот так, и не исключено, что при попадании в семью он может вот демонстрировать такое и такое поведение. И здесь уже вступает тема подготовки родителей, потому что воспитание приемных детей, в нем есть своя специфика. Это дети, и ребенку не знают семья, и не важно, чтобы его любили, но есть способность ребенка принимать любовь, есть его представление, эмоциональные какие-то реакции на людей, с которыми он общается, есть какие-то внутренние переживания. Вот все это важно, чтобы приемные родители потенциальные все-таки имели информацию, во-первых, о детях, об их особенностях, о том, что может происходить с ребенком в подключении. С другой стороны, кто-то помог им понять себя самих, как воспитателя, свой потенциал, да, и свои какие-то человеческие больные места. Потому что, скорее всего, эти больные места могут быть задеты на детстве с ребенком, так сказать, важно, чтобы тоже для людей была помощь. И, наконец, следующее, важное после выявления и спроса ребенка в семью, в которую входит и подготовка ребенка, и подбор семьи, и ребенка друг к другу, когда учитываются объективные какие-то факторы. Возраст ребенка, характерные какие-то проблемы или потребности, которые у него есть, да, и совместимость с возможностями, допустим, семьи и собственными потребностями родителей. Да, и непосредственно знакомство ребенка с семьей, это отдельный процесс, который важен, чтобы он был организован, чтобы помогали у семьи и ребенка в ходе этого процесса. Да, и мы там чуть позже, может быть, скажем. А также очень важна тема сопровождения ребенка в семье. Потому что делать не только в том, чтобы ребенка в семье устроить, а делать так, чтобы он прижился в семье. И существуют закономерные риски семейного устроя, существуют, так сказать, проблемы, которые закономерным образом на разных этапах в соединительной жизни ребенка и семьи, где друг к другу возникают. Специалисты обычно осведомлены об этих проблемах, и важно, чтобы они не только уведомили об этом семье заранее, что вот могут быть такие-то, такие-то, такие-то трудности и такие-то вот идеи относительно решения этих проблем, но и сопровождали их в период, когда эти проблемы не возникли. Вот. Это то, что касается процессного ведения и то, что вот мы говорили про командование, да, и комплексный подход. Это очень простые вещи. Есть разные специалисты, важно, чтобы свои проблемы решал профессионал, скажем, педагог решает педагогические проблемы, детский доктор лечит, детский психолог решает эмоциональные, образовательные, социальные проблемы ребенка, да. Социальный работник может координировать на все эти специалисты. Если воля судьбы, воля обстоятельств, эти все специалисты в разных местах, так сказать, да, находятся, и, скажем, приемная семья сама непосредственно обращается к разным специалистам. Важно, чтобы приемные родители понимали, или был бы специалист, например, в органах опеки, который бы сказал, что необходимо обеспечить обмен информацией между специалистами, так сказать, да, и, может быть, иногда даже применить между собой деконтаж, допустим, школу и детского психолога, обеспечить какой-то непосредственный контакт между собой, чтобы они, так сказать, действовали в каком-то едином ключе. Вот, то есть вот командный подход со стороны взрослых на уровне семьи, это, допустим, выражается в согласии взрослых относительно вопросов воспитания, и эмоционально-кульпизитивных в семье, когда нет конфликтов между взрослыми, и когда ребенок не становится диалогом развития. Потому что все воспитательские усилия, все благие людей пройдут прахом, если нет согласия между родителями, если нет согласия между специалистами. Очень важна та обстановка, которая окружает ребенка, и командный подход означает согласие, и благожелательное отношение взрослых людей, зависимых, так сказать, решением проблем ребенка, вот их эффективное отношение к ребенку. Сейчас я передам слово Елене, и чуть позже мы будем, возможно, более подробно с вами поговорить, о том, что касается, скажем, помощи детям на разных этапах, да, там, подготовки, прости ребенка в семье, сопровождения ребенка в семье с разными проблемами. Сейчас я думаю, будет полезно, если специалист по работе приема в семье, так сказать, с вами повесили. Дорогие коллеги, сейчас мои коллеги Маша и Оля обрисовали ситуацию по устройству ребенка в семье как бы с несопредственного полета. Я буду касаться более частного вопроса, то есть когда ребенок, того аспекта, когда ребенка уже в кровной семье уже оставить нельзя, либо его нужно на какое-то время все равно поместить во временную семью, об этом я тоже, может быть, скажу, потому что такие тоже у нас были ситуации. Ребенка нужно было на какое-то время найти замещающую семью, чтобы ему не находиться в учреждении, пока ему, пока решается вопрос, вернется в дом в кровную семью. Слушайте, вы можете не рассказать, пожалуйста, по-моему, вопросам. Коллеги обратили внимание, что там вопросы какие-то появились, но поскольку вот нам не всем их видно одновременно, то давайте мы на вопросы будем отвечать, наверное, на вопросы. Значит, что собой представляет подготовка ребенок родителей и для чего она нужна? Я думаю, что, в общем-то, наверное, поскольку, я как знаю, что этим разговором со специалистами, вряд ли у кого-то есть сомнения в необходимости этой подготовки. Если такое сомнение есть, мы готовы, мы все обсудим. Поскольку мы такую подготовку проводим уже 17 лет и имели раньше возможность видеть, как эта подготовка отражается на семьях и корректировать какие-то пробелы в этой подготовке, когда выяснялось, что семья в чем-то оказывается недостаточно хорошо подготовлена. Наша программа подготовки, она все время корректировалась, развивалась, дополнялась. В итоге составляет собой сейчас 12 занятий, где родители готовят, собственно говоря, ко всему этому процессу, о котором говорили только что коллеги. Почему, в общем, это важно представлять все в комплексе. То есть родители готовят к тому, что у ребенка было некое прошлое. Кровная семья, вот важности кровной семьи уделяется очень большое внимание в процессе всей подготовки. То есть начиная с темы... Ну, первое занятие у нас посвящено знакомству, группу. Вообще, подготовка, основная часть подготовки – это тренинг. Тренинговые занятия, которые... Этих 12 занятий, 11 тем, одна тема, два занятия, как представляется. И на протяжении всего тренинга у нас вот красной нитью проходят некие такие базовые понятия, как родительские компетенции, кровная семья и какое-то прошлое ребенка, как оно может отразиться на его поведении. Поэтому очень важно понимать, что ребенок – это не чистый лист. Это, так сказать, он пережил уже какие-то события в своей жизни, которые как-то на нем отразились. Очень большое внимание у нас уделяется также именно прошлому... То есть как, например, жестокое обращение, которое все из этих детей в той или иной степени перенесли, как это может отразиться на ребенке. Если этому не обучать, то люди потом сталкиваются с таким поведением, которое они понять не могут и которое просто выбивает их в равновесие. Так же, как отражается горе и потери, которые ребенок перенес на его поведение. Ну и тоже значительное внимание уделяется самой семье. Семья должна понимать, что в ней происходит, какое ее актуальное состояние, какое место там будет занимать ребенок. И как это вообще все отразится на семье, как на системе. Это очень часто семьи даже не осознают, что это очень важно и не понимают что-то о себе. Потому что это, как называется, семейная амнезия. Поскольку очень трудно видеть себя со стороны, находясь внутри системы, видеть, что с этой системой происходит. И тут люди часто с трудом осознают мотивы своего желания принять ребенка. Многим кажется, что ребенок будет выполнять какую-то роль, которую он в этой семье выполнять просто не может. И очень важно, чтобы семья как-то сама поняла, что в итоге получится, в итоге для чего им нужен этот ребенок и какую роль он реально может выполнять в этой семье. И это невозможно людям дать такое знание в виде лекции. Все вот эти знания, они даются в виде тренинговой формы, то есть при стремлении активных методов групповой работы. Наша цель, чтобы люди сами пришли к пониманию, не к какой-то там психолог, суперпсихологам прописал, что вам нужно вот такого-то, такого-то ребенка, вот такой-то вам показан, такой-то вам не показан. И тогда семья естественным образом будет пытаться это отвергать. Сделать так, чтобы семья сама пришла к выводу, какие у них ресурсы, какие у них подводные камни, с чем они справятся, с чем они не справятся. И были в курсе того, что есть специалисты, которые могут помочь в трудную минуту, чтобы они не боялись обращаться к этим специалистам. И здесь очень важно то, чтобы установился контакт, и установились доверительные отношения ведущих тренинга, ну и вообще людей, которые работают в этой службе, с будущими родителями. Они, может быть, и не будут родителями. То есть, опять же, мы всем говорим, что тренинг нужен не только для того, чтобы подготовить вас к принятию ребенка, но для того, чтобы вы приняли осознанное и ответственное решение, вообще нужно ли вам на это идти, нужно ли вам этого ребенка брать. И если вы примете решение, что вам это не нужно, то это будет тоже хорошо, и мы считаем это своим успехом, потому что это как бы осознанное решение, да, потому что это предохранит семью и ребенка от ошибок, от возврата. И тут очень важно, чтобы те же люди, которые, та же служба, лучше, чтобы те же люди, которые проводили подготовку, в дальнейшем осуществляли и сопровождение этой семьи. Понятно, что не всегда это возможно, и сейчас в большинстве случаев это не так. Как сделать, чтобы это было, вот, находилось в одном месте? Ну, вот некоторые пытаются, мы знаем, что в регионах кто-то пытается это делать. Или пытаются как-то координировать свои действия, те, кто готовит, и те, кто сопровождается. Кроме того, в процесс подготовки, вот, раньше, в проекте, где мы там все работали, в проекте, в проекте, в странах, на размещении, входило еще и посещение семьи, представители опеки семью не посещали, семью посещали представители службы, которые занимались подготовкой. И посещение представляло собой не просто приход сотрудника опеки, который смотрит, что там в холодильнике, смотрит, насколько сделан хорошо ремонт, чисто там или не чисто, сколько там есть комнат, сколько там есть спальное место. Ну, то есть чисто формально. У нас посещение включало в собой беседу со всеми членами семьи и применение определенных методик обследования семьи давало возможность, это занимало, в общем-то, бывало иногда от трех до пяти, шести, даже, по-моему, там максимум был рекорд восемь часов. Поскольку важно было оценить все нюансы. Сейчас это делают только представители опеки, но мы считаем, что все-таки хорошо бы, по крайней мере, делать это как-то совместно с теми людьми, которые готовят семьи и у которых уже установлен с ними контакт. Потому что если контакта нету, то семья, естественно, постарается все свои скелеты, которые там в шкафах есть, спрятаться в одной скелете, замечательно. Если есть контакт, то это не значит, что они сами вывалят все эти свои скелеты, но дело в том, что поскольку цель все-таки не только как-то, цель должна быть не уличить в чем-то семью, а цель должна быть найти максимально возможную форму, максимально возможную подходящую для именно данной семьи устройство какого-то подходящего, наиболее подходящего туда ребенку. Вообще-то у нас была цель для ребенка найти, возможно, наиболее подходящую для него семью. И подстелить соломки во все, так сказать, рискованные места. И если люди, которые занимаются подготовкой, составлением заключения на семью, они же имеют в виду, что детей-то надо устраивать, то они семью постараются по возможности не браковать, а искать возможности, искать какие-то ресурсы и искать возможность слабые места как-то компенсировать. То есть компенсировать, они должны именно с сопровождением. То есть те места, где у семьи какие-то есть недостатки для, ну как сказать, слабые места для воспитания именно конкретного ребенка. Опять же, речь может идти только о каких-то... При сочетании ребенка и семьи важно учитывать, что для как... У каждого ребенка есть какие-то потребности, семья какие-то потребности может обеспечить хорошо, какие-то не очень, какие-то вообще не может. Надо вот это все учитывать при стыковке. То есть идеальных семей, учитывая, что не бывает идеальных семей, все равно у каждой семьи есть какие-то ресурсы, какие-то слабые места. Где нужно семье вовремя помочь, вовремя подставить плечо, это надо учитывать. То есть и при размещении ребенка, и если служба не участвует, которая снимается подготовка к размещению ребенка, про написание заключения на семью. Ну вот, собственно, я закругляюсь. У нас вопрос есть, да? Да, у нас достаточно много вопросов. Да, давайте провернем. Единственное, в конце, вот, так сказать, есть, ну, переживают люди и говорят о том, что, пожалуйста, относитесь более уважительно к представителям органов опеки, потому что у нас есть и души, и мы вкладываем души в работу, я хочу сказать, что не малейших сомнений в отношении того, что представители органов опеки очень стараются и делают все, что могут, у нас, например, нет. И мы работаем, на самом деле, в очень хорошем контакте с опеками. Вот. Потому что, ну, объективно ситуация для представителей органов опеки очень сложная. Фактически они несут ответственность и за всех внуков детей, которые проживают на их территории, и за теми благополучные семьи, которые есть на территории, и за приемные семьи. Это огромный объем работы. И действительно, как справедливо тут заметили, иногда приходится работать с психологами, социальными работниками, никем только не работать. И таким образом получается, что все зависит от того, какой человек. Дело в том, что мы по роду деятельности работаем не только с органами опеки, но и с приемными родителями, и они очень разные. То есть, конечно, нельзя всех подогнуть ребенку. Но объективная ситуация работы сейчас вот в нашей стране такая, что все зависит от личности специалиста. То есть система работает так, чтобы, с одной стороны, обязанности специалиста создать его возможностям, объективным, я имею в виду, там, не, так сказать, не что-то экстраординарное, а просто так, чтобы объем работы вообще соответствовал возможностям, просто, ну, хотя бы теоретически человеку. Когда нужно посещать семьи, нужно стараться неформально отслеживать то, что происходит в приемной семье, нужно вникнуть в то, что происходит в кровной семье. Это просто невозможно для одного человека сделать. Понятно, что нужно здесь подспорить в виде специалистов, с которыми должен быть контакт. То есть специалисты – это не тот, кто умнее или лучше. Это просто тот, у кого есть такие узкие обязанности, он их выполняет. Это инструмент. Скажем, я вот здесь-то психолог, я не эксперт, я не учитель, я просто инструмент, при помощи которого семья, родители что-то делают или не делают в своей семье. Понятно, что от качества инструмента зависит качество работы, но, так сказать, у меня узкая достаточно специальность. Вот в том, что касается работы специалистов органов отеки, я повторюсь, сейчас такой огромный объем обязанностей у них и достаточно такой разный, что качество работы целиком зависит от того, насколько человек действительно душевный и сердечный. И слава богу, когда человек такой, если человек формальный, если человек жесткий, он может совершенно спокойно формально выполнить свои обязанности, при этом он может причинить некоторый вред. Но обычно такие специалисты, они не ходят на никакие семинары, потому что им не нужны дополнительные сведения, им не нужны никакие знания. Они считают, что они и так все думают. Вот. И мы ни в коем случае не хотим никого обидеться, извините, если я в комплексе как-то звучала. Но на самом деле, на самом деле, мы с большим очень уважением относимся к органам отеки, более того. Мы работаем с ними в контакте, и вот один из вопросов был, как замотивировать, скажем, семьи на контакт. Значит, есть кровные семьи, есть семьи приемные. Что касается кровных семей. Они, безусловно, находятся в оппозиции к обществу, вот, потому что есть снобизм великосветский, а есть снобизм бомжовский. Что я там руки себе отрублю, чем буду работать лучше, да, я, мои дети, что хочу, то с ними не делаю, и вообще отстаньте от меня все, соседи меня наговаривают, я живу прекрасно. Очевидно абсолютно, что здесь, кроме оценки ресурсов семьи, тут требуются еще определенные границы в общении с людьми. То есть границы агрессии, да, когда желательно, чтобы не один специалист приходил в кровную семью, да, скажем, с двойным, где-то приходили. Вот, и первая, также простройка границ, еще и кроме социальной границы, да, есть вещи, которые себе не проводил, вы будете защищаться, вас закон защищает, да, и там есть совет, которые внести свои перспективные защищения. Есть еще, так сказать, ну, границы такие, когда вы просто объясняете людям, что в настоящий момент, да, ситуация в вашей семье, она оценивается как критическая. И вы должны начать получать помощь, в том числе психологическую, не только материальную, для того, чтобы ситуация эмоциональная и, так сказать, социальная в семье изменилась. С вами будут работать специалисты. Да, вы вправе эту помощь не получать, но таким образом вы сами принимаете решение о том, что ваш ребенок находится в погрузе изъятия из семьи. Если вот мы смотрим такие-таки-таки-таки параметры, если через полгода у вас ситуация не изменится, вы сами делаете так, что ваш ребенок может быть изъят. Мы готовы вам оказать помощь, и одна из вещей, которая будет оцениваться, получаете вы или не получаете помощь, потому что это говорит о том, что если вы помощь получаете, первое, вы готовы, вы адекватно оцениваете, что да, действительно у нас проблем, второе, вы принимаете социальную помощь, которую вам общество готово оказать. Это одна из вещей, которая в том числе будет учитываться при принятии решения, сохранится ли ваш семейный ситуация, сохранится ли ребенок у вас в семье. И целый еще есть ряд приемов по работе с кровной семьей, когда то мытье на тукатане людей подталкивают фактически к тому, чтобы они эту помощь начали принимать. Им очень тяжело, они ревидные, они в значительной степени проблем серьезных находятся, и понятно, что им и трудно, и не хочется, и проще вообще, чтобы все это развалилось в том числе. Это достаточно тяжелая работа, она требует специальной подготовки и профессионализма. Можно добавить? Какие-то они такие, они отвергаемые, неприятие, нежелание принимать помощь, это также защитная реакция. То есть, если я принимаю помощь, значит, я слаб. Да? Поэтому здесь разные способы, Маша, я согласна, тут можно и... Мне помог совет однажды, который я получила, начинайте работать с тем, с чем семья готова работать. Тут были вопросы, как закодировать семью, начинайте с того малого, с самого минимального, чтобы семья поняла, что... Да хоть, не знаю, у нас специалисты говорили, приносят морковку в дом, потому что вообще нет, хотя бы вот с этого. Принесите морковку, потом начинайте с ними разговаривать, начинайте общаться, в какой-то момент, возможно, произойдет то, что они начнут как-то больше вам открываться. Вот. Еще также был вопрос по поводу того, как заносилировать приемных родителей вторая половина вопроса на помощь. И я думаю, что сейчас мы слово Лене передадим, но по опыту я могу сказать, что проведение не только ШПР, но и вообще ознакомительных семинаров для приемных родителей, чтобы они не боялись обращаться за помощью, не считали это признанием своей некомпетентности, вот то же самое, то, о чем говорит Оля, да, то есть сказать, что у нас проблемы, это как бы, это значит, что мы не способны к ним справиться сами. Это очень важно, чтобы люди так на них смотрели, им надо помочь. Вы вот такой позитивный взгляд на помощь, что это некое подспорье о непризнании вашей некомпетентности. А уже вот как это сделать, наверное, лучше сейчас Лене сказать. Я вряд ли скажу, как это сделать. Вот, собственно, Маша уже ответила на этот вопрос. Просто делать надо так, что с самого начала, когда люди приходят еще перед тренингом, когда с ними, так сказать, вступают в первый контакт. То есть наш основной принцип был – это сотрудничество. Слово «контроль» мы вообще не употребляем. Это нехорошее слово. Люди понимают, что мы на их стороне, что мы их понимаем, что мы их поддерживаем. Действительно, мы стараемся видеть в них ресурс. И дело в том, что если мы имеем в виду все вот эти цели, не только устроить ребенка в семью, подготовить приемных родителей, как можно больше детей устроить в семье, но и обеспечить наилучшее это возможное устройство, чтобы ребенку в этих семьях было хорошо. И мы знаем, что эти проблемы, которые там возникнут, они все равно будут нашими проблемами. А если мы этих людей забракуем каких-то, то мы ребенка не устроим. И надо эти семьи поддерживать, а не находить в них какие-то изъяны. Если действительно такой позиции придерживаться, но это как о каких-то таких этических принципах, которые будут являться темой нашего одного и следующего семинара, то люди будут это чувствовать с самого начала. Они будут чувствовать, что наша цель не накопать на них какой-то компромат, а цель вместе с ними выявить их возможности, выявить, не надо говорить какие-то там проблемы, не говорим слово проблемы, вот какие-то понятно, что какие-то есть слабые места. Почему мы с родителями говорим на языке компетенции? Это тоже уже настраивает на сотрудничество, на доверие. То есть что значит язык компетенции? Это то, что вы можете, что вы умеете. Не что какие вы. Это не личностная оценка, а это оценка именно умений и знаний. Одно дело человеку сказать, что вы что-то не умеете, вы можете этому научиться. Вы можете этому научиться сами, можете кого-то взять в помощь, если вы не можете этому научиться. Допустим, если вы не умеете водить машину, вы можете нанять шофера. Но вот если вы не умеете что-то там сами шить, вы можете пойти в ателье и так далее. Или вы можете научиться сами. То есть люди должны понимать, для какого-то ребенка нужны вот такие-то компетенции. Для другого ребенка какие-то компетенции не очень важны, нужны, но есть какие-то очень важные. И почему очень важно учитывать именно сочетание возможностей семьи и потребностей ребенка. И когда с людьми говоришь именно на таком языке, вот этот язык компетенции – это то, что очень помогает при установлении доверительных отношений. Вот, собственно, я надеюсь, что я ответила. Хорошо. Таким образом можно сказать вот что. Очень важен действительно контакт с семьей и с кровными семьями, с приемными семьями. Он устанавливается по слоям. Сейчас мы про технологии работы конкретные не говорим, потому что про это будут другие семена. А мы только говорим вот про то, что действительно есть специальные техники. И это не просто разговор, это некая последовательная работа. Это первое. Значит, действительно, установление доверия, снятие каких-то вот страхов и в то же время, у нас все равно такая открытая традиция специалистов, что вот у нас мы видим такие-то проблемы, мы со своей стороны готовы помочь тем-то и тем-то, к вам требованы вот такие-то, когда и вы можете делать вот тут и тут. Вот вопрос. Мы делаем одно, другое, третье, а семья все равно, ну, допустим, мама говорит, я кодироваться не стану. Значит, ну, понятно, что вы берете определенный временной промежуток по работе с этой мамой. Вы там, допустим, скажем, ваш психолог, социальный работник, выясняет, поминает ли мама, что из-за ее питья у детей проблемы, что есть проблемы у них в развитии, есть эмоциональные проблемы. Понимает ли мама, что, скажем, дети нуждаются в ее любви и любят ее, а семья может развалиться? Поминает ли она их? Что для нее, так сказать, ну, профессиональный взгляд, да, на то, что такое пьянство? Во-первых, пьянство – это медленное самоубийство, во-вторых, это способ воздвигания социальной ответственности в том числе. Вот эти два момента, они очень важны, потому что сама по себе алкогольная зависимость, физиологическая, она, ну, как бы значимость имеет вторичную. Первичная – это психологическая незрелость людей, которые страдают в такого рода зависимости, это ценностные такие вот, размышленность ценностная, когда человеку, так сказать, не только у него нет достаточной жизнеспособности, у него, собственно, и важных каких-то жизненно важных вещей, ну, как бы не так много, и это способ избегания. И проблему получения удовольствия, вот, так сказать, все сводится к этому, да, либо к алкоголизму, либо к наркомалию. И посмотреть, возможно ли их вот каким-то образом пробудить вот эти вот, так сказать, подавленные, неактуальные там ценности какие-то, личностные там переживания человека посмотреть. Может быть, есть какие-то психологические проблемы, которые еще можно каким-то образом решить иначе. И тогда потребность в алкоголизме отпадет. Это я сейчас не реализирую, да, это просто надо проверить. Не заранее говорить, что да и знаем мы, что там с ним. Честно, что такое профессиональная работа? Когда мы выступаем как эксперты, то есть непредвизяты. Мы оставляем, так сказать, свои какие-то мнения, мы просто проводим определенные процедуры и получаем фактический материал. И уже на основании фактов делаем вывод, что проведена такая-то работа в течение, допустим, полгода или года, предпринятых следующие, так сказать, усилия таких-таки мероприятия. Результат негативный здесь, здесь, здесь и здесь. На основании этого мы делаем вывод. Маму, естественно, нужно держать в курсе событий, но я объясню, что вы знаете, мы попробовали с вами то, мы попробовали то, мы попробовали это. Вы не хотите. Вы понимаете, что вы из-за своего пьянства можете лишиться детей. Она, допустим, говорит, да, я понимаю, а ну и что, я с меня как пила, так и буду пить. Последний вопрос. Вы понимаете, что из-за вашего пьянства ваши дети лишатся матери. Самым главным, да. Вы понимаете, да, что у вас на одной чаше рисов то, что вы каким-то образом защищаете себя, что какие-то свои проблемы там, вы решаете сами пьянство, но вы своих детей лишите того, что им жизни не ухраны. И если мать, например, скажет, ну и что, вот моя мать меня тоже не любила, а вот я сама воспитываю в детском доме, ничего выжил. Сказать, что, то есть, ну, дело в том, что вот то, как было плохо вам, вы хотите, чтобы было так же с вашими детьми, а может быть, вы попытаетесь иначе посмотреть, может быть, попытаетесь нашей помощью дать вашим детям то, чего так не хватало вам. И таким образом вы и себе тоже поможете, и не только им. Мы готовы вам помочь, но мы не будем делать эту работу за вас. Это ваша ответственность. В первую очередь, это ваша ответственность. Потому что для детей нет никого главнее, чем вам. Если у этой матери нет того, что действительно, ну, кому знаю, интересное лежит, это не у каждого человека есть, к сожалению. Кажется, что это некая дамость. На самом деле это не так. У некоторых людей это разрушено. В частности, вот у таких вот благополучных мамашек очень многих это разрушено. Если никакие меры не помогают, тогда, да, но вот в этом случае изъятие, да, сказать, это результат действия мамы. И она должна это понимать, и это должно, ну, как и последовательно, сказать, для нее быть представлено, что посмотрите, мы вам старались помочь, мы делали вот то, то и то, вы не шли нам навстречу. Вы понимаете, что это ваше ответственность, что в результате детей могут быть изъяты. Вы по-прежнему ничего не хотите предпринять для того, чтобы они остались с вами, для того, чтобы вы у них были, потому что вы для них важны. И в конце концов, если действительно ничего не помогает, да, в этом случае, конечно, придется изъимать. Но это будет принципиально иное изъятие, чем когда к матери один раз пришли и сказали, слушай, ну, ты вот выпиваешь, и детей невозможно с тобой там оставить, да, в этой ситуации, давай бросай. Да, и через полугода вы пришли, но, скорее всего, ничего не убедились там, да, потому что действительно, в каком-то смысле, этой матери нам будет проще, если они детей заберут. Но это не значит, что это лучше для нее и, в первую очередь, для детей. Вот, то есть, ну, по крайней мере, сделать все для того, чтобы постараться эту ситуацию разрешить. Шансов не очень много, но стараться надо. Вот, тут был вопрос, да. Еще был вопрос про жестокое обращение. Я сейчас от этой ситуации немножко отлучилась, значит, был вопрос про жестокое обращение. Бывают ситуации, когда дети рассказывают что-то, а вы не можете определить правду или нет. Существуют определенные техники проведения интервью. Они очень специфические. Именно надо вловить, им надо учиться. То есть, это не просто разговор, когда вы там на основании жизненного опыта прикидываете, а правда ли говорит ребенок, а мне кажется, что ребенок врет. Да, потому что все маленькие дети врут. Или там, а мне кажется, что вот эти вот говорят правду, да, и так далее. Есть специальные техники, а с этим никто сейчас касаться не будет, а знакомиться с этим можно. Этому можно и нужно учиться. Когда соединяются техники фактического осмотра и жилищных условий, там ребенка, да, там родителей, психологический, так сказать, опрос ребенка и родителей и социальный опрос ребенка и родителей, на основании которых делается вывод, имеет место жестокое обращение или нет. И понятно, что когда родитель шлепнул ребенка раз в год, или когда ребенка каждый день вьют, это совершенно противоположная ситуация. И понятно, что должны быть критерии, в общем, не делать жестокое обращение, ну или это там, так сказать, какой-то вот совершенно не то, что можно квалифицировать, там жестокое обращение. Вот существуют разные уровни жестокого обращения. Это принадлежение интереса, это эмоциональное насилие, химическое насилие, сексуальное насилие. Тоже, так сказать, свои есть признаки, так сказать, разные критерии. Вот, это отдельная тема. Значит, очень часто там, где действительно имеет место жестокое обращение, дети могут не рассказывать об этом. Вот был вопрос о том, что делать, если и жена, и ребенок боятся мужа и, так сказать, не дают никаких показаний под протокол, а потом частным образом по соседям эти показания дают. В таких случаях обычно помогают кризисные центры, куда, допустим, на время может женщина перейти, потому что если она живет в одной квартире со своим мужем, она после протокола вернется к нему, а он там ей голову вернет. Конечно, она боится. Если есть ситуации, так сказать, если она может какое-то время пребывать там, до выяснения обстоятельств, вот по горячим следам многие дети и многие женщины, находящиеся в такой опасной ситуации, физически опасной ситуации, они очень часто дают показания по поводу насилия, и они рассказывают. Но учтите, что с течением времени страх может смениться, эстекликтивная зависимость, она характеризуется боевым, антивалентностью, то есть у ребенка и у матери, например, у ребенка могут быть гнев, обида, страх по отношению к мужу отцу, если он вдруг насильник, да, бывает, что мама, например, в семье выступает как насильник, по отношению к мужу, по отношению к рыбе, такое тоже бывает. Вот, так сказать, но вот сначала первая реакция, оказавшись в безопасности, они могут начать рассказывать. Пусть у тебя время у них просыпается вот то, что называется вторая часть, вторая сторона медали. У них просыпается жалость к насильнику, у них просыпается какая-то привязанность к ним. Они думают, что, ну, вот плохое кончилось, может, там он исправится. Они могут отказываться от своих показаний, поэтому все показания надо фиксировать. Существуют письменные протоколы, существуют видеокамеры, да, но при этом очень важно, работая с ребенком и с женщиной, говорить с ними о том, что, ну, вот это жалость, да, что, ой, там, его накажут. Во-первых, наказываете его не вы, то есть наказывает ни мать, ни ребенок, и даже не вы, наказывает закон. И в отличие от ребенка, допустим, да, взрослый человек, он знает закон, он знает, что можно делать и что нельзя, и какие могут быть последствия. И это его ответственность, если он решает предпринять какие-то действия, сказать, да, зная, какая ответственность за эти действия, потому что он тоже ответственность взрослого человека. И вот этот взгляд ребенка, что я рассказал, а за это его там вот то-то, конечно, сделали, Тоже очень важно ребенку проговорить, сказать, знаешь, его наказывают не потому, что ты рассказал, а потому, что он сделал. Вот если бы он не делал, рассказывать было бы нечего. Что касается правды, ребенок говорит или неправды, я повторюсь, есть техники специального ведения интервью, им надо обучаться. И делать это надо профессионально, это очень важно. Вот, сейчас мы про это говорить не будем, но я просто вам хочу сказать, что эта тема, она есть. Если вы заранее знаете, что вы ничего не сможете предпринять для того, чтобы обеспечить безопасность семьи ребенка, в том случае, если они дадут показания, и этот муж, отец или насильник будет продолжать их преследовать, иногда нужно ограничиться тем, что просто предоставить этим временем на убежище, а насильник приструнить, скажешь, и посадим, если будешь их доставать. То есть просто их развести в пространстве, иногда не затевать в бедный процесс, чтобы, так сказать, потому что неизвестно, чем он закончится, и может быть, это выглядит агрессия, вот это вот, и так уже агрессивная страна. Иногда можно просто найти возможность убежища у родственников или в каком-то социальном принятии, иногда можно сделать только это. Ну, вот, кратко так, да, ответим на вопрос. Еще какие-то вопросы еще есть. В общем-то, я понимаю, очень большой вопрос на супервизию, это много случаев. Да, дорогие коллеги, по поводу супервизии, у нас сейчас вот с вами еще 15 минут времени, мы, так сказать, честно их потратим, но просто сразу давайте вот уточним одну вещь. То есть многие жалуются на недостаток специалистов. Ну, понятно, да, что это та ситуация, в которой мы существуем. И если прямо сейчас специалистов у вас нет, какие здесь возможны варианты? Во-первых, мы вот сейчас стараемся такую опцию у себя сделать, как супервизию. Ну, очевидно, что невозможно заниматься терапией, допустим, для ребенка по скайпу. Но проконсультировать родителей в какую-то ситуацию или супервизировать специалистов, которые, так сказать, прекрасно справляются своим домом, у них возникают какие-то затруднения по поводу командного метода, да. Чем хороша команда, когда есть еще какие-то специалисты, которые могут что-то подсказать, какие-то идеи подкинуть, так сказать, или просто даже поддержать эмоционально тебя в процессе твоей какой-то сложной работы. Мы, допустим, готовы определить возможность таких вот супервизий, когда будет определенное время выделено, и вы выдвигаете свои проблемные случаи. Я сразу могу вам сказать, что есть описание, то есть схема описания случая. Очень важна бывает предыстория, скажем, если речь идет о запросе супервизии по ребенку конкретному, которого, допустим, вы устраиваете в семье. Важна предыстория, то есть, что, как жил ребенок до встречи с приемными родителями, допустим. Важна история родителей, краткая, то есть, ну, не то образование, которое они получали, а собственный эмоциональный социальный опыт, который пережили приемные родители, и причина, по которой они, так сказать, мотив, да, вот почему они там хотели за этот ребенок. Важно описание актуальных ситуаций, актуальных проблем, то, что делает, и с чего складывается эта проблема. Важно описать те меры, которые уже предприняты специалистами для разрешения этой ситуации. Мы, собственно, дальше будем разбираться, что можно сделать здесь еще. Это вот супервизия по работе с ребенком. Ну, понятно, что аналогично можно, если при описании, в случае работы с кровной семьей или работы с приемной семьей. Значит, что касается консультирования родителей. В принципе, возможно консультирование по скайпу для родителей, но это не очень хорошая форма работы, все-таки она дистантная. И большинство родителей, они очень умные люди, и они, если бы они были в состоянии эмоционально, да, физически предпринять какие-то меры, они бы их предприняли. То есть далеко не всегда нужен совет, как таковая супервизия, да, то есть нужны чаще всего не стратегии, нужна эмоциональная поддержка, работа с чувствами, работа с проблемами людей. Про это вот Лена, может быть, скажет больше, да. Да, но такая работа по скайпу, ее довольно трудно проводить. И нужно растить своих специалистов. И вот чем, например, мне кажется, очень ценные органы опеки здесь, они могут какие-то полномочия делегировать, то есть узнать, какие-то всякие там СРЦ, помогающие там, вплоть до разбивающих каких-то детских центров. Вот что есть в районе, как-то объединить специалистов, чтобы они в контактах и другом работали. Какие-то там, может быть, поручения давать, которые они в свое рабочее время совершенно спокойно могут для вас, так сказать, да, и для клиентов выполнять по вашему, так сказать, направлению. Но в том числе нужно, конечно, заботиться о том, чтобы появлялось больше специалистов, а для этого быть в контакте с педагогическими учреждениями, которые в вашем районе, и использовать те ресурсы, которые есть на Петербурге, в Москве для обучения. Потому что сейчас довольно много обучающих программ, в том числе сейчас потихоньку появляются и обучающие программы для специалистов вот из сферы семейного вопроса. Я не знаю, занимаются ли государственные институты, так сказать, такого рода подготовка, но то, что и у отказников, и у волонтеров, и у нас в Центре ПРОМАМА, и в Ресурсном образовательном центре поддержки семей с приемными детьми, у которых особая потребность. То есть приемные дети и два вида, да, Наталья, и Центр лечебной педагогики, то есть есть целый ряд центров, которые осуществляют как раз комплексную поддержку семей с детьми, с самыми разными детьми, да, в том числе с Петербурга. Они как раз руководствуют вот этим явлением процессного явления и командного метода. И обычно у таких людей есть обучающие программы, в том числе для специалистов. Нужно заходить на сайты, нужно входить в контакт с этими организациями и в том числе иногда можно приглашать специалистов к себе. То есть как-то вот выходить на муниципалитет на свой и говорить, что вот нам вот нужно вот это, и муниципалитет все-таки, ну, интересно граждан так или иначе, наверное, учитывает. И я думаю, что они могут приглашать и образовательные организации ваши тоже могут приглашать специалистов и вас посылать на обучение. То есть просто, ну, понятно, отчаяние и ваше сожаление, да, но кроме эмоций, ну, надо что-то делать дальше. И вот то, что вы реально можете делать. Вот, Маша, ну, просто тут были разные случаи. Если вдруг у кого-то горит, может быть, мы дадим вам электронную почту, вы напишите, когда может... На самом деле лучше по скайпу, потому что электронная почта, там не все можно описать, да, и все можно изложить. Ну, давай, в любом случае, я напишу электронку. Да, напиши электронку, но я думаю, что мы будем обсуждать возможность по скайпу консультировать и перевизировать. Ну, просто если у народа сейчас, да-да-да, ну, просто сейчас прям горит. Ну, хотя бы краткое обрисование ситуации можно сказать. Давайте, а потом уже дальше. А, скажешь, а что? Я же вопрос не вижу. Так, правильно. Ну, в свой холик произнесла. Я на него отвечаю. Какой? Я тоже уже не помню. Так, девочка 11 лет. Ну, хорошо. Как раз это... Ладно, значит, я отвечу на вопрос, задает повторный вопрос. Ситуация девочка 11 лет. У нее было несколько перемещений. То есть она перемещалась внутри своей кровной семьи. Сначала, видимо, лишена была мать, правда, взяла тетка под опеку. Потом девочка была у отца. Не очень понятно на каких основаниях. Он после, может быть, и был тогда не лишен еще прав. Да, то есть девочка жила с отцом после тетки. Не описывается. Невозможно описать, почему тетка вернула. Наверное, не очень хорошая жизнь. Далее, значит, отца лишили прав, потому что пьянство. Да, ну и, может быть, от мужчины, там, вытрудникам было заботиться о девочке. Кроме того, вероятно, были основания для лишения прав. Да, и девочка попала к бабушке. Сейчас у девочки 11 лет. Бабушка хочет уже от нее отказываться. То есть смотрите, когда у ребенка множественные перемещения, причем тут, скажите, важен сам факт того, что ребенок много раз перемещался. Что остается вот у ребенка в воспечатлении? Я такой ребенок, первое, который никому не нужен, потому что мне все это уволят. Второе, взрослые, это ненадежные люди, они как бы не испытывают такой вот любви, да, экономия, так сказать, что вот все хотят от меня отказаться. Вот это вот агрессия на самого себя, я плохой, не доверяя ко взрослым, она не плохая. Это то, что ребенок, так сказать, уже получил, вот ваш ребенок, о котором, так сказать, любви. То, что она до 11 лет, жива, тоже, наверное, все будет получше. Вот такого рода выводы, к которым ваша девочка, скорее всего, пришла, они с высокой степенью вероятности означают, что дальше, куда бы она ни попала, в приемную семью или в детский дом, ее первые такие характерные реакции будут, она будет заниматься провокациями. Провокациями от того, чтобы ее оттолкнули. Потому что она, во-первых, у нее уже есть некие представления о том, что взрослые у нее всегда оттолкуют раз. У нее есть определенная агрессия ко взрослым, у нее есть негативные представления о себе, и она постарается сделать так, чтобы на очередной отказ произошел побыстрее. Ее можно попытаться устроить в приемную семью, но, во-первых, сначала нужно вместе с девочкой проработать ее переживание по поводу того, что произошло в ее кровной семье. То есть кто-то этим должен заниматься у вас. Социальный работник или психолог, надо кого-то найти. Кто помог бы вообще немножко ребенка возгрузить? Что это не просто ее гордкая судьба, а не просто она такой, так сказать, из чая-диада, с которым никто и улицы не может. Да, просто у нее действительно есть объективные проблемы и у нее, и у взрослых людей, у той семьи, в которой она жила, из-за которых трудно людям воспитывать ребенка. Они не очень там умеют это делать, и вот она не получается у них, да, и как-то помочь ей вот отреагировать чувства, которые у них по этому поводу. И дальше обсудить с ней вот эту тему, что, может быть, там вот тебе поискать семью-другую, и что, собственно, такое жизнь в приемной семье, да, что это будет не просто вот готовый папа-мама, который там тебе все будет разрешать, тебя будет любить. Это люди, которые будут стараться найти с тобой общего языка, они хотят, изначально хотят, что ты была с ним, но тебе придется тоже им помогать, и у тебя и вновь будут всякие моменты, там, может быть, что-то трудное, да, но, так сказать, просто к этому надо быть готовы, что это, ну, вы будете строить совместную жизнь, и твой вклад в это тоже будет, ну, и будем тебе помогать. Вот, это я так коротко говорю, понятно, что вы не высаживаете ребенка на стол, вы не читаете ей лекцию, эти психологии в семейной жизни в течение полутора часов, да, это все как бы другого. Но, тем не менее, это работа с чувствами, это работа с жизненным опытом, и семью тоже надо будет готовить, что ребенок с историей и всякая разность не может быть. Когда вы говорите о том, что хорошо, чтобы это было в другом районе, чтобы не было контактов с отцом, знаете, дело в том, что, ну, варечка дырочку найдет. Во-первых, если родственник совсем не интересуется ребенком, у ребенка возникает интерес к ним. А что это они мне не интересуют? Конечно, ненавидят или я ничего для них не знаю, что я такой вот ужасный ребенок, которого вышвырнули и вообще забыли. Когда нет контактов с ребенком и нет никакой информации о кровной семье, дети очень часто думают вот так. Мы-то думаем, что мы их оградим и избавим от всяких опасностей и травм, а для ребенка это получается тоже травма. И, в общем, просто надо, так сказать, заботиться о безопасности такого рода контактов, простраивать их, дозировать, вообще решать, возможно ли эти контакты. Но какая-то информация по поводу кровной семьи для ребенка, конечно, должна быть. Поэтому вы учтите, что если нет контактов со стороны кровной семьи, инициатива запросто, инициатива может возникнуть у ребенка. Это вот один момент. Момент второй, что, конечно, интересы приемной семьи должны быть защищены, и когда ребенок находится там, они являются приоритетными относительно интересов семьи кровной. То есть мы признаем, что у кровной семьи есть связь с ребенком на входе произошло, но актуальные права и актуальный приоритет принадлежит приемной семье. Это однозначно. И приватность приемной семьи и безопасность должна быть защищена. То есть кровной национальности просто объясняют, что ваша возможность контактировать с ребенком, который сейчас живет по решению суда, вы потеряли свои права. Это ваша ответственность, что так произошло. Вы свои права потеряли. Мы признаем, что чувство у вас у ребенка есть, но возможность общаться будет зависеть от того, как вы будете себя вести. Категорическое уважение к приемной семье, никаких там настраиваний ребенка, никаких ему там обещаний, что я тебя там завтра заберу. Никаких там попыток указывать приемной семье, как ему надо ребенка воспитывать. У вас прав таких просто нет. Если ребенок убегает к вам, учтите, что вы считаетесь фидмейтером, если вы тут же не заявили, когда он к вам прибежал. Это уголовное дело. Чтобы не было вот такого вот игры, что, на словах пробные родственники говорят, да, да, мы все признаем, понимаем, а потом, так как-то ребенка подговаривают, у него подрасту не кривится, его настраивают, ходят в приемной семье, и он не бежит к своим... Встречи на нейтральной территории. Да, встречи всегда на нейтральной территории, и при этом кровные родственники должны четко знать, что по закону, если, так сказать, ребенок убежал, и они знают о том, где он находится, и это скрывают, это уголовная ответственность. Я думаю, что этим людям никакая уголовная ответственность не может. Вот, поэтому, скорее всего, если правильно заранее вот их настроить, что, с одной стороны, есть четкие, жесткие ограничения, или у вас будут неприятности, если вы нарушите эти ограничения. С другой стороны, да, есть наше признание ваших каких-то чувств и потребностей, мы готовы пойти вам навстречу, ведите себя в приличии. Вот, так сказать, когда вот есть вот две, две вот этих вот крайности, между ними, ну, обычно какие-то отношения к расстройству удается. И был вопрос, сколько конкретно по нашему опыту вернули детей. В свое время мы работали в проекте, который устроил за время своего существования 350 детей в семье. Из них более 40 детей в кровной семье были возвращены. Но, во-первых, это были семьи, там, где действительно был ресурс, то есть там можно было, было куда вернуть, там просто действительно нужно было какую-то конкретную вещь помочь. Да, то есть, либо был ресурс привязанности, либо, так сказать, там была просто какая-то, ну, разовая, очень тяжелая жизненная ситуация, в ходе которой семья опустилась, но это не было хроническим состоянием. То есть это было первое, раннее выявление. Второе, это, так сказать, было не грубой формы нарушенности вот по всем вот этим, вот, так сказать, сторонам треугольника, да, эмоциональное отношение с ребенком в семье, привязанность, социальная ситуация с семьей и, собственно, ну, все это и риск для ребенка, да, то есть не было каких-то грубых, тяжелых нарушений вот по всем этим трех статьям. Страдало что-то одно. Соответственно, ситуацию можно было выстроить. Вот. И, конечно, есть семьи просто в трудной жизненной ситуации, когда назревает, ну, там, я не знаю, например, мать из другого там региона или даже, ну, вот, ближнего зарубежья, одинокая, да, и она, в общем, любит своего ребенка, но вот у нее возникает тема с удовольствием документов, для того, чтобы дальше находиться в России, ей нужно выправить документы, ей нужно уехать. Срывать, скажем, маленького ребенка, увозить она не может. Или, например, одинокая женщина заболела. Заболела тяжело, или, так сказать, она может попасть в больницу, причем надолго и так далее. То есть есть какие-то действительно трудные жизненные ситуации, когда мать обращается, допустим, мать или кто-то, вот, из родственников ребенка, кто о ребенке заботится, обращается за помощью, но в этой трудной жизненной ситуации должны быть очень четко оговорены условия. Сколько времени, какой период временной, при каких обстоятельствах ребенок находится, скажем, на возобеспечении, каковы при этом обязательства матери, которые сохраняются, что она обязуется там давать о себе знать, так сказать, давать знать, как у нее идут дела, может ли быть продлен несколько этот период, потому что есть действительно просто, ну, какие-то еще семьи, которые пишут, что вот мы там в трудной жизненной ситуации, дальше они очень спокойно себя чувствуют, когда ребенок находится на возобеспечении, а они не прав, не лишены, и продолжают их сохранить, если безответственное отражение. Понятно, что ситуация, ситуация родная, все надо оценивать. Таралитизм поощрять, конечно, ни в коем случае не стоит, поэтому мы все время говорим об ответственности, о родительской ответственности. И приемных семьях, и кровных семьях, она все равно есть, и нужно людям, если они как-то не забывают, нужно помогать им эту ответственность ослабливать. Еще какие-то вопросы есть? Наше время истекает. Наше время истекло. Вы знаете, уважаемые коллеги, в рамках вот этих наших вебинаров, понятно, что это только начало, понятно, что у вас вопросов много. Понятно, что, когда такое ощущение, что накипело, эти эмоции переполняют. Я призываю вас вот к чему. Наши семинары, это тоже часть вот этой темы, комплексности и командного подхода. Мы все с вами, в общем, все равно команда. Где бы мы ни находились, мы решаем одно и то же дело, один и тот же вопрос. Мы все стараемся сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была более нормальной. Потому что отношения между людьми это не то, что можно поставить в единую государству, экономическому положению или чему-то еще. В конце концов, люди нужны друг другу, и мы стараемся как-то по-человечески решать те трудные вопросы, которые возникают для детей в сложной жизненной ситуации, для приемных семей, для кровных семей. Все мы, каждый по-своему, стараемся это делать. И вот тот контакт между нами, и в том числе вот эти вебинары, обмен мнениями, обмен вопросами, организация суперлини, которую мы, например, стараемся осуществить, это как раз вот осуществление того самого командного и комплексного подхода. И мы желаем вам удачи, мы благодарим вас за участие, и хотим вам сказать, что предусмотрим еще достаточно большое количество вебинаров, в том числе уже по конкретным техникам и методам работы. Я надеюсь, что все будет удачно, и они будут продолжаться. Спасибо вам большое за участие. Спасибо.